ну вот мы снова в эфире и у нас будет сегодня тоже немаловажная тема по вашей просьбе но опять же для начала как вы уже догадались я снова обращу внимание на свой календарь вокруг света армянского если вы еще его не приобрели приобретайте я заказал еще партию по вашему желанию но что-то не так уж и активничайте еще раз здесь информация не повторяется каждый год информация новая на каждый день что случилось в армянском мире в том или ином году на данное число по месяцам все это вы можете собрать в качестве энциклопедии будет такая толстая энциклопедия не нужно даже будет никаких книжек покупать только открой и посмотри все до мелочей по всему армянскому миру люди события факты и так далее и как я говорил большая часть основная часть продаж с этого календаря пойдут тот самый фонд армянской армии который указан в этом календаре так что на этом именно в этом номере я ничего не зарабатываю еще раз если кто-то из вас захочет приобрести календарь вокруг света армянского под этим самым выпуском в ютюбе если вы смотрите меня в ютюбе есть ссылка куда пройти что кликнуть чтобы написать и как его заказать если же вы живете за пределами россии то тоже все очень просто напишите мне на электронный адрес который указан там в ссылочке и я вам скажу как заказать и отправить этот календарь за пределы в россии в любую страну кроме конечно мексики папуановой гвинеи и швеции в эти три страны я не отправляю не спрашивайте почему мексика и швеция это по поводу значит календаря теперь а значит сама наша тема как я уже говорил меня часто просят рассказать об армянофобии и я почему-то откладывал так как однажды уже говорил на эту тему сегодня хотелось бы чуть побольше рассказать об этом явлении очень надеюсь что вы мои зрители а поделитесь этим выпуском со своими знакомыми и близкими так как выпуск очень важный ведь армянофобия ни в коем случае не современное явление и не имеет отношения к азербайджанцам как таковых как вы могли подумать армянофобия даже старше азербайджанской нации и возникла где-то 18 19 веках не где-то именно так есть 18 19 веках одновременно с юдафобией юдафобия это ненависть к евреям не путать с антисемитизмом как сейчас это принято антисемитизм как понятие возник только в 15 веке в испании и когда изабелла костинская стала изгонять из страны евреев и мавров арабов так сказать учитывая что и евреи и мавры были семитами оттого и антисемитизм то есть ненависть к семитским народностям не только к евреям а вот конкретно касаемо евреев это уже юдафобия но наша тема об армянофобии которая уверен будет напоминать вам и случай с юдафобией итак армяне это не только одна из древних наций дожившие до наших дней но и одна из немногих скажем так нации оставившие свои следы от исландии до индонезии и от аргентины до россии именно поэтому по всему земному шару можно увидеть наследие армян в эфиопии сингапуре гонконге индии судане украине индонезии польши сомалии южной африке чили голландии бельгии мьянме и многих других странах армянское присутствие берет истоки задолго до геноцида за 200-300 лет до этого события самого и гомедийского я имею ввиду не только геноцида армян 1915 года то же самое было на территории кавказа и кавказе кстати говоря из того что я вам сейчас перечислил в разных там странах только в отличие от мира на кавказе рассматривали армян через призму армянофобии конечно не без помощи извне и вот почему армяне как и евреи знали толк мировой торговли со времен раннего средневековья их торговые суда бороздили океаны у них были свои порты свои улицы и кварталы в разных странах мира местное население уважало армян так как и к торговле были они охочи и к науке питали тоже уважение к тому же возили заморские яства муслин специи как не уважать тут люди весьма знатные богатые к языкам способности но так было за рубежом в кавказском же регионе иначе из подачи российской империи вот например в той же османской империи многие словари и справочники кстати первые словари и справочники с османского языка на европейские языки например османо-французский словарь или наоборот франко-османский немецко-османский словарь и так далее первыми авторами были армяне и к этому турки с уважением относились к труду армян не только их купеческим способностям но и к науке и полиглотству так вот армянофобия зародилась как раз таки в российской империи не где-нибудь в османской или скажем в других странах конкретно в российской империи и конкретно в кавказско-закавказском регионе как ни странно там где и историческая родина армян парадоксально скажете вы да ведь в этом небольшом регионе свыше 100 народностей почему армяне при этом кавказ никогда не был уличен в юдафобии что странно да основные местности кавказа где жили армяне уже в конце 18 века это низовье дона моздок кизляр и другие места ими были основаны города святой крест а нынче называемый буденос ставропольском крае армавир в краснодарском крае а на щечевань на дону в ростовской уже области десятки сел по всему кавказу открыты крупные производства во владикавказе баку тбилиси дербенти крупнейшее производство шелка выпускалась армянским купцом сафаром васильевым в нынешней чечне а станицы это так и названо до сих пор шелковская армяне были весьма мозговитые богаты по всему кавказу об армянском предпринимательстве рассказывал французский писатель александр дюма в книге путешествие на кавказ а в книге кавказская война истоки и начала 1770 1820 год на странице 428 говорится следующее к началу девятнадцатого века армяне по мнению андреаса кеппелера взяли на себя выполнение определенных типичных для деятельности мобильной группы диаспоры задач если верить воспоминаниям хуана ван галена офицера нижегородского драгунского полка служившего в наместничестве в годы кавказской войны 1818 1820 годы они стали одними из первых разработчиков нефти в бакинском нефтяном районе ван гален сообщает что некий армянин заплатил казне за право эксплуатации одного из месторождений более 200 тысяч рублей ассигнациями в середине 19 века армяне также составляли значительную часть тифлиса а там как известно располагалась администрация кавказского наместничества кандидат исторических наук людмила гатагова ссылаясь на книгу участника кавказской войны михаила альшевского пишет следующее главные богачи и хозяева тифлиса армяне в их руках сосредотачивается вся торговля грузины более легкомысленные ветреные тщеславные и расточительные армяне более смышленные сообразительные серьезные расчетливы и даже скупы в конце 19 начале 20 века как вы знаете армяне составляли подавляющее большинство тифлиса тогда там и было построено все лучшее что есть и теперь в тбилиси во всяком случае значительная часть лучшего мэры города на протяжении многих лет тоже также армяне если вы загляните в словаре справочники конец 19 начало 20 века там сплошные армяне мэр тифлис стал больше даже скажем так армянским чем будапешт еврейским а я напомню между прочим что будапеште в венгрии евреев было всего лишь 23 процента но это четверть и тем не менее венский градоначальник карл люгер известные своим антисемитизмом стал называть будапешт не иначе как юдапешт настолько отвратительной ему казалось то огромная роль которую евреи играли венгерской значит экономики и культуре второй половины 19 начале 20 века аккуратно в те годы когда армяне стали играть ту же роль в тифлисе и тут возникла армянофобия вспомним известных на то время армянофобов чавчавадзе или черносотенца величко или голицына обычная человеческая зависть и дело тут не в армянах абсолютно армян они не любили не потому что они были армянами а потому что они занимались предпринимательством владели финансами и порой диктовали экономику этакими могли были быть представители любой другой этнической группой но и попасть под эту самую раздачу так уж повелось на руси не любить тех кто богаче мало кому в голову придет что богаче значит предприимчивее раскование и рискование и раскование и рискование здесь и то и то будет уместно трудолюбие тоже не на последнем месте как я говорил выше в других странах армянофобии из-за этого не наблюдалось в той же османской империи да армяне владели банками в том числе государственными и геноцид начался далеко не на этой самой почве но сейчас не об этом далее основным ударом по армянам был 1905 год когда обычная ненависть перешла в погромы например известные антиармянские погромы в 1905 году в баку принято называть в истории россии армяно-татарской резьёй или в истории азербайджана называть геноцидом азербайджанцев ну они там на своей волне это понятно но ведь мало кто знает в этот период в этот же год погромы армян были не только в баку но и в ордоне и в алагире где доходные дома известных предпринимателей терра рутюнова бегиджанова дживахова будагова горели синим пламенем и вот как раз таки в этот же год 1905 году в тифлисе в газете кавказ выходит антиармянская статья одновременно с антиармянскими публикациями в санкт-петербурге а в баку наместники петербурга раздают татарам нынешним азербайджанцам оружие со словами идите и громите армян все это написано в дневнике экс-губернатора баку новикова который я нашел и переиздал и предлагаю вашему вниманию заказать дневник губернатора вы можете также здесь в антитопуре там подробно описано происходящее в баку пофамильно что когда где и во сколько было совершено если откроете ссылку под этим самым видео там вы все найдете там будет ссылка на заказ календаря и на заказ а значит дневника резня баку 1905 год так что арминофобия родилась не восьмидесятых годах прошлого столетия и не в азербайджанской среде эти лишь были и остаются полу грамотными марионетками в руках кукловодов тогда и стамбула и петербурга а сейчас из анкары и москвы марионетки и кукловоды те же жертвы тоже те же меняются лишь причины что делать спросите вы да ничего жить жить быть здоровыми много учиться и учить своих детей быть грамотными уважать и помогать своим армянам и нашим друзьям нашей исторической родине прежде всего это было и будет инвестиции для будущего ваших потомков ведь чем больше нас ненавидят тем сплочение мы и это аксиома согласитесь